Теперь 1939 год запомнился тем, что началась вот здесь Украина западная. Началась война, но это отдаленно, началась война в Польше. И потом здесь в Западной области освободили. А в Западной области, под Львовом, в Любачеве, жила родная сестра моей матери. В 1940 году они приезжали к нам, когда уже освободили, они приезжали к нам. И была встреча через 20 лет, даже больше, через 20 лет, не помню, в каком 18-м или 19-м они были, в гражданскую войну, когда была гражданская война. И была встреча. Вот в 1940 году вот эта встреча у меня запечатлена фотографией. И это первая моя довоенная фотография, когда мне было 12 лет. Ну, что еще? Теперь я могу вспомнить только, как начало войны. Когда я узнал. Как вы узнали, что началось? Значит, я узнал рано утром. Это было воскресенье. Но когда уже появился хлеб в магазинах, надо было рано утром идти в очередь за хлебом. Мама меня послала в очередь за хлебом. Рано утром я пошел. Вот. Я стоял в очередь за хлебом. И я не помню, в каком-то 10-м, что ли, часу, я там стоял возле магазина, а там был репродуктор. И я слыхал речь Молотова о том, что началась война. Но мы так это и детство, как можно сказать, такое бесобасное, или как его собираются, детство. Тогда было только мне исполнилось 13 лет. Мы особо не предавали такого трагического ощущения, не было. Потому что всегда нам говорили, что если будет война, то будет на чужой территории. И песня пели, что мы разобьем врага. Поэтому вначале, ну а потом уже начались такие тревожные вести, тревожные вести. И уже обеспокоенность, которую уже передавал нам тетель. Как война отразилась на вашей семье, вот начало войны? Кто жил тогда вместе с вами? Вместе с нами жили папа, мама и моя старшая сестра, Гуруня Львовна, ханчер, 25-го года рождения, на три года старше. Она до войны кончила девять классов. Значит, она шла на четыре класса. И больше близких так возле нас не было. Много-многих родственников были, но данные родственники, двоюродные. Двоюродные братья, сёстры, родители. Много у нас родственников было в Одессе, которые потом погибли. Ближайших родственников? Ну, дяди и тёти, двоюродные братья и сёстры. Очень много об этом я не могу говорить. Продолжайте, пожалуйста. Прошло некоторое время, и стали люди уезжать. Уезжали в основном те, которые работали в предприятии, в госочреждениях, которые имели возможность уезжать. Но мы потом имели возможность. И мы хотели ехать, но пока раздумывали, да. Мой отец во время Первой мировой войны был в немецком плену. В Австрии. И он рассказывал о немцах, что они очень культурные люди, и очень хорошо обращались, и к пленному хорошо обращались. И он никак не мог себе представить, что немцы могут такое творить. Не мог себе представить. Он говорил, что это на культурные люди, мне не представляет. И он утверждал, что мои здесь родители жили, все умерли, и я никуда ехать не хочу. И лишь потом, когда уже фронт подходил, а у нас станция, уже фронт подходил, так мы сели на подводку. А бабушку, нам жила бабушка, я забыл сказать. Вместе с нами, с близких, еще бабушка. Бабушка по матери. Она уже в то время была парализована. У нас мы посадили ее на повозку, и тронулись в путь. Тронулись в путь. Поехали мимо родного их села Шабоклич, поехали в Верховку. А в Верховке нас немцы с пулемета обстреливали. Помню, что мы бегали и все прятались. Только бабушка одна сидела на повозке. Но, слава богу, ее пуля не тронет. Так, по-моему, мы бегали, рвы залегали, я помню. И пули вот так вот свистили. Но нас, слава богу, не тронет. И так, мы доехали до Бершади. Это где-то около 25-30 километров нас только. Бершади. И там уже говорили, там уже мосты, говорили, подорвали. Уже ехать было некуда. Некуда. Вот, и там, туда уже ворвались немцы и мадяры. Мадяры. Мы прошли, а мадяры стали над нас и бить, и на работу. А потом, мы, как только уже немножко успокоились, через некоторое время сели на повозку. И поехать в свой родной город. По дороге нас, румыны, подхватили. Начали бить, грабить, все ограбили. Все все ценное. И хотели расстрелять отца. Хотели, вот, расстрелять отца. Начали пракать, начали умолять. И все, что осталось, сестра имела часы, часы, вот, отдала. И, говорит, и с трудом, с трудом удалось нам отца отстоять. И они оставили его в покое, а забрали, забрали лошади и повозку. Потом мы, там еще несколько семей, сложились. И, значит, купили лошадку, вот, и поехали. И таким образом мы уже все пешком шли. Только одна бабушка сидела на повозке, вот, парализованной. И мы вернулись в Кружополь. Вернулись в Кружополь. Нам сразу же, дом, это, у нас был в центре. Нас не опустили в дом. Разрешили там в сарай на задворках. Вот, поселиться. А через... Ну, и начали, румынии начали нас звонять, бить. Вот. Это были полицейские или регулярные части? Были. Тогда уже и сразу образовалась полиция, образовалась. Вот, староста. Вот. И были румынии. Румынии били. Это были регулярные части. Вот. Я не помню, что... Вот. Румынии узнали. Когда они только узнавали, что есть семьи, они ходили по домам и били, издевались. А кроме того, и полиция, местная полиция тоже гоняла, били. А кроме того, и полиция, местная 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 полиция, мест